Всем привет дорогие зрители! Сегодня мы подредактируем дизайн. Сначала нужно убирать все косяки этого шаблона, все неточности и довести его до нашего индивидуального состояния. Для этого переходим в панель настроить. Пока грузится панель, я вам расскажу, что у вас рядом с видео будет ссылка на файл, который называется Общее изменение шаблона. Будет называться файл. Вы берете, открываете этот файл и копируете весь имеющийся там код. Затем переходите в эту вкладку, в эту вкладку WordPress Default. Потом в дополнительной стиле. Вы здесь игнорируете все предупреждения. Кликаем закрыть. Теперь вы должны скопировать код с этого файла. Я скопирую вот с такого, со своего файла. Вот он этот весь код. Копирую. Затем возвращаюсь на сайт, где эта панель, устанавливаю курсор, кликаем левой кнопкой мыши и вставляю этот код. Видите, уже что-то поменялось. Теперь у вас также есть ссылка на файл, который называется Изменение индивидуального кода. Как-то так будет называться. В общем, вы спускаетесь и копируете вот этот код. Там будет инструкция, где будет все разъяснено, где что вам нужно менять под ваш сайт. Ну и также я вам сейчас все покажу. Смотрите. Теперь мы скопировали тот код. Возвращаемся на наш сайт. Видите, курсор установлен. Еще раз кликаем сюда и нажимаем Enter. Немножко спускаемся вниз. И также вставляем этот код. Давайте я вам немножко расскажу, что здесь есть. Text4. Видите, вот. Text4. Спускаемся вниз. Это у нас... Этот код у нас окрашивает вот эти контактные данные в белый цвет. Для того, чтобы вам использовать его на своем сайте, вам нужно правой кнопкой мыши кликнуть на заголовки контакты и выбрать инспектирование элемента или у вас, если не Opera, а браузер, а Chrome, там будет посмотреть код элемента. Ну, какой-то такой будет. И видите, у нас выделился... Спускаемся вниз. У нас справа на панели выделился. Вот мы наводим контакты. Выделилось. И слева при наведении на код, слева выделяется тот участок сайта, за который этот код отвечает. Нам нужно подняться чуть-чуть выше. Видите, чуть выше спан. И H3, вот этот заголовоконтакты, он входит в состав вот этого блока. И видите, у этого блока DIV, у этого тег DIV, у него есть индивидуальный идентификатор. Он отмечается как ID, и у него значение тег-4. У вас будет свое значение, возможно, скорее всего, это будет также тег-4, но может быть и другое значение. Вам нужно запомнить эту цифру, которая будет вместо четверки, и вставить ее вот сюда, вот сюда. И вот в два места вам нужно ее вставить. Затем вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши на соцсетях и выбрать «Инспектировать элемент». Вот у вас выделились соцсети. Мы должны подняться вверх. Это, видите, все соцсети эти перечислены. Дальше идет текст-виджет, потом текст-спан, еще выше. И вот у нас выделен тег DIV. Вот это тег DIV. Видите, выделен. У этого тег DIV содержит все эти соцсети, и у этого тега DIV есть свой ID-шник. Вот ID, текст-3. Запоминаем эту цифру и вводим ее вот сюда. Далее, смотрите, что мы дальше делаем. У вас есть вот такой код. Меню item 836. Кстати говоря, сюда в индивидуальный код попал вот этот, но мы его переместим в тот. И в шаблоне у вас в образце кода этот код будет также вот здесь состоять. Смотрите, теперь мы занимаемся вот этим меню item. Меню item – это наверху выделение вот этого пункта меню в оранжевый цвет. Мы кликаем правой кнопкой мыши на этом элементе «Экспектировать элемент». И видите, консультация, чуть выше поднимаемся, и нам нужен тег ли вот этот. И тут видите, значение меню item 836. Запоминаем цифру, которая вот здесь, и вводим эту цифру вот сюда и вот сюда. Теперь дальше. Нам нужно перейти в каталог. В каталог, получается, в товар. Даже не в каталог, нам нужно в товар и перейти. Вот здесь товар. И вот нам нужно получить, и также индивидуальный идентификатор вот этого блока. Правой кнопкой мыши «Инспектировать элемент». Вот минимальная сумма заказа, он содержится в текст-виджете, над ним еще один див и над ним еще спан. И это все входит в блок див. У блока дива есть также здесь индивидуальный идентификатор «Текст-6». Запоминаем эту цифру и вставляем эту цифру, получается, вот сюда, вот сюда, в двух местах. Вы знаете, я вам сейчас все рассказал наглядно, поэтому я думаю, я просто в инструкции сделаю просто код, который вы скопируете и подредактируете по моим сейчас вот этим указаниям. Все. Ну, в принципе, на этом изменение дизайна немножко завершено. Нам теперь нужно сохранить изменения. Кликаем «Поупубликовать». Но теперь дело в том, что не все. Но теперь, как вы видите, мы подключили специальные шрифты. Вот шрифт, вот шрифт, вот шрифт. Но он еще не активировался, потому что нам нужно не просто его указать, а подключить. Итак, после того, как мы для этого мы выходим из этой панели, наводим на колесо «Консоль». Здесь выбираем, значит, нам нужен внешний вид «Редактор тем». Здесь нам нужно справа найти файл «Header», ну то есть заголовок, вот «Header» заголовок. У вас рядом с видео будет ссылка под названием «Подключение шрифта». Вы открываете этот файл и копируете имеющийся там код. Я его скопирую из своего файла. Если вы хотите другие шрифты подключить, то у меня есть видео на канале, называется «Подключение шрифтов к WordPress». Можете посмотреть это видео, там я все подробно рассказал. Так, и нам нужно, в общем, в этом файле «Header» заголовок, где найти закрывающийся тег «Header». Вот он, видите, тег «Head» закрывается. И вот сюда, если у вас не будет пустого места, то сделайте его с помощью «Enter» и вставляете скопированный код. «Обновить». Но это еще не все. Не все названия на нашем сайте перевелись корректно, поэтому нам нужно заменить название. У вас также рядом с видео будет ссылка под названием «Замена названий». Вы просто открываете этот файл и копируете весь имеющийся там код. Я его скопирую у себя вот здесь, возвращаюсь на сайт. И здесь в файлах мы должны выбрать функции темы. Выбираем, кликаем левой кнопкой мыши, активируется этот файл, спускаемся в самый низ. В конце самым устанавливаем курсор мыши, спускаемся на пару строчек вниз с помощью «Enter» и вставляем этот код. Я его чуть-чуть подниму, потому что красивее так было. Все, и сохраняем изменения. Ну, с настройкой дизайна мы закончили. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Мы переходим на сайт, а что получилось, вы узнаете в следующем видео.